И такое здесь попадается, значит мы на верном пути. Да, всем привет, так что должно быть интересно. Попипикаем, что напипикаем? Да кто его знает, что? Но место шикарное, вы посмотрите как. Вот это, чувствуете, пахнет не салом, не салом, не борщом. Весной пахнет. Пойдем пипикать. Что б тебе, я думал банка, уже и пальцем ковырнул. Смотрите какая, но не банка, не банка. Это у нас неожиданность, неожиданность. А чего, я люблю неожиданность, а вы? Она что похожа? Так на прягу похожа. Красотень какая, советская пряга. Так, договариваемся, если что-то интересное, то это не мое. Вот это не мое, это находка подписчика, стопроцентно. Своей бы я так не стучал. Почему решил постучать, то потому что здесь звезда необычная. Накладная. Они в основном штампованные, а тут накладная. Будут мысли, почему так, может это старая еще. РКК. Смотрите какой. Думал монета. Копнуло оно не монета. Медяха, наверное, так. Встанем так, сейчас проверим, чтобы солнце не слепило камеру. Вот. Проволока. Но зеленая какая, смотрите. Может быть древность. Та-дам. Ха, не проволока. Пряжка, мега пряга. Ха-ха, неожиданно. Почему-то подумал про СССР, но... Чего же она такая зеленая тогда? В моем понимании, в моем мозгу, то, что зеленая, то старая. Хм, не знаю, честно. Еще и такая. Такая. Не знаю. Кто знает, подскажите. Интересно, что оно такое. СССР? Не СССР. Будет у меня древность. Пока древность. Ну, если это помыть без фанатизма, то вот такая вот штука. То ли пряжка, то ли застежка. Не знаю. По переводу зеленая. Кто знает, подскажите. Смотрите какой. И таких здесь много. 70-73. Квакает, пукает. На что похоже так? Ну, на проволоку похоже. Сейчас вообще уже ужасный. Ужасная, ты где? Да неужели? Не прошло и полчаса. Что ж ты такой? О, вот оно. А что за... Ха-ха-ха. Оказалось... Ах ты его. Крестом. Но, кажется, без ушка. Что б тебе? Но все равно. Ха-ха. Димончик рад. Крест без ушка это... Все равно крест. Лучше крест без ушка, чем наоборот. Да? Ха-ха. Вот такой. Ну, такие попадаются. Бывает. Не часто, но попадаются. Ну, с ушком никогда такой не находил. Вот никогда. О, здесь дальше лес-то помоложе. Помоложе. Крестик как бы... Ого, находка. Но ушка нет. Но все равно приятно. Вот такая вот красотень. Обратил внимание, а кирпич-то попадается. Но манитосин пока нету. Какой оттиск. Ну, кирпич просто так бы в лесу не лежал. Правда? Да что ты. Смотрите. Вон мы копали. Вон один кирпич, второй. И вот он. Девяносто три. И не-не. И не шевельнется. Ух ты. Давай. Бывает, девяносто бьет. Монетка. О. Не, ну если большая монета, то будет за сто. И. Этот волнующий. Ой. Момент. Понял. Ну. Давай. Удиви нас. О, палочка. Палочка. Вот оно что-то. Ну это точно не монетка. Какая-то штукенция. Вот мы нашли эту штуку. Я еще яму не зарывал. Еще посмотрим. Точнее, я так понимаю, не мы нашли. Я уже посмотрел. Это находка подписчика. Смотрите. Хотел одну монитосину. А у нас их прям тут, что за монеты, понятия не имею. Но почему-то думаю, что это пятаки. Серебряные. Только они спаяны или искипели в одну ленту. Смотрите как. Это не мое точно. Интересно, их можно разъединить. Смотрите, какая-то штукенция. Вот смотрите. Может быть это домовая яма или остатки каких-то строений. Или балиндаш. Места тут такие. Не знаю, видно вам или нет такое вот углубление. Вот она. Вот она. На-на-на. Что? Неожиданность. И восемьдесят, и девяносто, и семьдесят. Если сверху. О, не, не сверху, поглубже. Ну, сотню не дает. Девяносто на грани соточкой. Ну, давай. О. Пипикает. Так, если с двух-трех раз не найдем, значит... Понял. Ну, почти с двадцать какого-то раза. Ха-ха. Давай. Хочу крест. Целый... О. Не, не крест. Кругляшок. Ха-ха. Кругляшок ты кто? А кто его знает кто? По размерам как будто одна вторая. Камера бликует. Одна вторая. Николая первого. Ну, тоненькая она для такой монетки. Может быть нежданчик. Не знаю, честно. Кажется, вот что-то видно или не видно. Сполоснем, помоем. И покажу. Ямку за ротем. Посмотрел я в интернете. Это у нас австрийская монета. Один гейлер 1885 года. Состояние истории. Ну, что тут сказать? И все. И практически не видно. Вот здесь, смотрите, была когда-то старая вырубка. Это сейчас уже все помоложе. Но есть такие вот деревья. Прям такая сосняка. О, сантиметра 50-60. И вот такие вот старые пни попадаются. Это значит, что правильно, что лес тут старый. Та ты шоу! 112. Ну, давай, наконец-то царскую монитосину, а? Хотя бы царицу полей. Линия гадографа ровная-ровная. А вот там вот мы где? А вот копнули загадочную монету. Ага, я понял. Тут. А здесь корень. Кина не будет. Ну, давайте так вот. Глубоко. Но звонкий какой, а? Ты видал, а? Не хочется корни рубить. А то корень срублю. Дерево упадет. Где-то он уже. Какой-то он уже не то пальто. А сразу был. О! Выкопал, кажется. Так вот же она, смотрите. Ёлки-балки. Полно-палый нацетек. Вот та-та-да. Смотрите. Ах ты твою. Я, наверное, ее и саданул. Вот. Это четвертак. И какое-то состояние. Вот прям по цифре 25. Что б тебе? Тормоз. 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 Ну, что тут можно еще сказать? Ну, как так? Тормоз. Ах. Смотрите, какой. Ёлки-палки. Давайте попробуем вот такую вот монетку поставить на торги. Да, я ее саданул. Смотрите, какая. Видно, свежая. Твою ты. Ах. Ну, все равно приятно. Как будто не из земли. Это же надо. Такая чистая и так рубануть-то. Ну, я думаю, все равно. Где-то долларов 30-40 будет стоить. Одно расстройство. Что тут можно сказать? Лошара. Редкий лошара. Такую монетку в таком состоянии саданут лопатой. Ради интереса попробую поставить на торги. И попробуем узнать, сколько монеток в таком состоянии стоит. Обидно. Досадно. Вот тут и не задумайся о покупке пина. Дима, Дима. Лох, это судьба. Ну, что тут можно сказать? Мне кажется, я уже все сказал. Но я ее не раз саданул. А дважды. И с этой стороны. По касательной. По букве Н. Да. Вот после этого я куплю себе пин. Какой пин, не знаю. Посоветуйте. Какой хороший пин. Эх. Жалко. Монетка уже продана. За 43 доллара. Печаль. Покружил я там, больше нет. Эх. Как-то обидно так. Пролежала сколько лет земля. Не, я находил четвертак не раз уже. Ну, блин. И то я его саданул. Потому что я рассматривал. То есть. То есть, свежий. Не, не, не. Эх. Он в корнях так часто. В корнях так часто. Что б тебе, блин. Клуша, а? Ха-ха. Можете написать, что вы думаете. По этому поводу. Смотрите, какой красивый. 112. Очень похож на тот. Давай еще такую одну монету, Дима. Ты же можешь. Умение клыши-то не пропьешь. Эх. Одно что-то интересное. Вот. Где-то здесь. Найдешь за полгода. И... Ха-ха-ха. Тупанул. Олежка. Вот она. Смотрите. Вот. Ха-ха. Кругляшок. Этот порубил. А? По размерам похоже на копейку. Копейку формата Николая Второго. Или не оно? Ну, я не вижу. Помоем, посмотрим. Чего? То, как я чищу, ссылочки есть под видео. Еще пойдем туда, 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 туда. Тут деревья-то постарше. А? А тут я не угадал. Один крейтер 1851-го года. Это у нас Австрийская империя. В таком состоянии, ну, как Сникерс. Небольшой, но все равно приятный. Смотрите. Неглубоко лежало. Какой сигнал? Ну, что-то маленькое. Почему-то я так думаю. Может быть... Дробь. Ну, нашел быстро. Ты где? А вот она. Ух, какая маленькая. А что же это? Ну, это я уже не порубил. В такое попасть. Хотя я могу. Я могу. Что это? Ох ты, ну ты. Это 1,4 Николая Второго. Помоем бережно и аккуратно. И покажу. Жу-жу-жу. Класс. Смотрите, какая маленькая красотулька. 1,4 1898-го. Монетка Николая Второго. В таком состоянии можно обнаглеть и просить где-то 5 баксов. Ух, а вы знали, что тираж такой маленькой монетки 8 миллионов штук. Кстати, для монеты это немного. Смотрите, а вот это вот не могла быть старая дорога, а? Туда. Ну, на русло реки не похоже. А вот на старую дорогу похоже. На картах где-то есть и не одна, но... Попробуй-то ее найди. Лес-то пересаживали не раз. М? И смотрите, видно, как полосы писали. Ну, сколько этим деревьям? Лет 50. Но есть и постарше. Красивый. 113. Ровный-ровный. Линия годографа прям... Ох! Ровная, как ноги у блондинки. А кривоногие блондинки бывают? Как-то... О-о-о-о! Прям песня, никогда не задумывался. Давай, если... О, с первого раза, тогда это круто. И где ты? Да здесь же. Вот она, вот! На что похоже? На такую, как мы находили. На 2 копейки Николая II. Ну, и Александра III. Какую-то такую. Почистим. Ну, такие медяхи, они не стоят очень много. Но бьют классно, красиво. Так прям каждый раз душа замирает. Опа-на! Звонкие 2 копеечки 1911-го. По цене полбакса. Но звенят на всю соточку. Посмотрите, какая красотень, а! Ну, камера, наверное, это не передает. Но такое углубление метров 10, наверное. Хочу вот так вот снизу походить. И туда направо, и пойдем к автомобилю. Что-то мы с вами тут напипикали, конечно. Но я уже руки брал. Но так и не понял, что оно такое. Какая-то закорюка, пластиночка. Пластиночка, ты кто? Кажется, неровная. Ну, я тут тереть не буду. Дома отмою и покажу. Потому что, что оно такое, кто его знает. Может быть, так нет велосипеда. Больше шильдик. Так оно. Или как оно. Моем это, как оно. И смотрим. Это оказался не жданчик. Никакой там не шильдик. Это остатки знака. Мопр. В жизни выглядел вот так вот. Кто-то потерял? Все равно обидно. Так обидно за тот четвертак. Хоть плачь, хоть кору грязит. Главное, что нашел, что потеряно, что сохранилось. Как будто состояние, как будто не земли и лопатой садануть. Это просто надо будет. Ну, Димон, мегамозг. Обидно, досадно и неладно. И неладно. Может себе звездюлей дать? Как это? Самому себе это вломить. Да, друзья, ссылка на прибор, такой, как у меня. В ролике под видео. RUTUS ALTER 71. Почитать, заказать. Все можно там. Не делайте так. Не тупите так, как Димон. И главное, уже было не раз. Вот было же. Когда что-то там где-то пикает, и ты думаешь, да ладно. Перед этим там пару поисков, еще что-то. Это чепуха. И на тебе. Уже и пятак я так Екатерины рубанул. И три копейки серебром на канале у меня было. И главное, по центру. Сигнал был классненный. Но я перед этим выкопал три консервные банки. Оно было там на советском доме. И прям... Мы там еще старались его там исправить. У меня тоже видео есть на канале. Ссылочки под видео посмотрите. Ну просто как так. Но место хорошее. Место хорошее. Пахнет тупизной Димона по всему лесу. Ну и весной. Напишите, как у вас с погодой. Вот напишите. Вот в данный момент жизни. Что там у нас сейчас? Март, да? Вот у кого как? Вот просто интересно. Сколько будет стоить? Да я не знаю. Я уже, наверное, вам сказал. Но я думаю, если бы не коцнутая, то больше там 50 баксов. А так... А так от желания купить. Кто-то спрашивал. Дима, у тебя есть коллекция? Нету. А зачем? В нашей стране это сегодня ты копать можешь. Завтра ты черный археолог. Закон приняли. Не, я все кучка. У меня дорогого ничего нет. А если попадает раз в год, так я его порублю лопатой. Я все кучка и на форум. Да, если у вас есть интересная находка, фото или видео к ней. Или желание поделиться. Снять, может быть, подскажу как. Пишите под видео. Наговоримся, забабахаем вам интересный ролик. Если у вас также есть находка, которую не знаете, куда пристроить. Там поменять, например, на деньги, продать. На сало тоже пишите. Может быть, куда-нибудь пристроим. Так, много говорить не буду. Поеду плакать в подушку. Вот такой Димон лохопед. Четвертак. Так, четвертаку. Поеду пальцы вставлю себе в дверь. Ну, 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 тварюка тупая. Все, друзья, до новых встреч на канале. Пока-пока. А вообще, это не я виноват. Это ты виновата. Это ты. Это все ты. Да, да, говорю с лопатой. Да, а как по-другому? Ну, как по-другому? Как ты могла? Я тебе так доверял, а ты, да ладно. Ну, тебя оставлю тут. Чтобы ты тут всяк пупырышками покрылась, коррозией. И вот будешь знать. Заразюка. Продолжение следует... Абсолютно.